итак всем привет это мастерская the art armor workshop и у нас гостях кольчуга плет в общем мастер по кольчугам который умеет делать вот такие клёпаные клёпа насеченные кольчуги всем привет меня зовут вова занимаюсь кольчугами уже более 10 лет здесь у нас кольчуга на 9 подходящий на 9 13 века что особенно кольца используется на ранний период круглые в сечении и расплющится только в местах склёпывания колец кольчужники это наверное одни из самых спокойных людей в мире потому что работа требует первых хорошего зрения усидчивости и долгого времени и внимания потому что здесь все держится на внимание мастера ну и ловкость рук я думаю что когда кольчужник заканчивает работу просто идет кольчуга на это кольчуга она рассчитана на небольшого человека около метр метр двадцать в хвате по груди и здесь около 15 тысяч колец очень важно для тех кто участвует в реконструкции носить пояс потому что пояс берет большую часть веса на себя и кольчугу намного удобнее и легче и приятнее потом носить ну да пояс затягивает почти половину кольчуги и эта половина висит на бедрах да северная она получила очень большое спросение в первую очередь на викинги это киевская русь это большие княжества тех времен и также кольчужное полетение известно и в мусульманских странах единственное что там немножко другая форма колец и форма плетения также некоторые есть отличие ты можешь делать и европейские кольчуги и восточные можно там у них меньше диаметр кольца но немножко другое плетение и они кстати довольно легкие просторные потому что там наездников и и другой вид оружия поэтому она имеет только такую защиту от рубящих легких орудий кольчуга делается если мы сидим спокойный рабочий день 8 часов а чего делается 20 дней примерно работа сидящим но вот с опыта это должно быть очень важно хорошее освещение раз это должно быть удобный инструмент руки ваши должны я может быть похожу локоточки находиться на каких-то упорах потому что все на весу очень много делается это понимаешь для руки жопы то упоры под локоточки не помогают под жопу можно очень важно кстати из того что я заметил по спине это работа как ты очень много сидишь и важно делать каждый как там час-два квита разминку потому что через два месяца вам ничего через полгода ничего через несколько лет вы чувствуете спиной и что такие разминка обязательно нужно ты можешь делать кольчуги на корпус а также различные кольчужные элементы здесь я сейчас вижу кольчужные рукавицы кольчужные рукавицы да очень полезная штука для реконструкторов которые берут участие в исторических постановочных боях или показательных потому что очень очень травмоопасно и больше шансов что ваши руки и запястья пальцы все останется целыми вы домой придете с невредимыми руками да в общем ребятам которые занимаются реконструкцией без упора на спорт и пальцы ломания и так далее да и руки рукавицы реально помогут спасти их пальцы хорошо а какие-то артефакты такие рукавицы вообще существуют или это просто гастеризация средневековая не было не на мотоцикле реально не нашел вот смотри вот ты делаешь ковичку вот сколько придет к это скотина и спросит где артефакты типа шо за я скажу вот мне реально кстати по рукавицам заказывали только принесли перчатку обшителю просто не встречал просто не встречал или может плохо искал но очень часто вижу что народ делает потому что нужно и важно и все ценят свои источники на такие рукавицы честно скажу может плохо искал но не попадались но очень много клубов идут на на такие шаги потому что все таки здоровье руки цены кстати да если кто будет смотреть видео может у кого-то и ссылки и скидывайте напишите будем очень рады рукавицы защищают кисть конечно же они не дают полной защиты как платные рукавицы потому что все таки акцентированный удары кисть скорее всего будет травмировать пальцы но на фестивалях которые заточены под реконструкцию нет цели именно нанести урон врагу здесь цель сделать историю почувствовать и на себе там люди не кобечат друг друга а занимаются именно реконструкции но сейчас мы посмотрели ранний вариант перчатки еще возможные кольчужные элементы сейчас можно плавно перейти на более позднее уже и кольца плетение и посмотреть чем отличается там у нас на какой век такой кольчужный воротник можно носить ну этот воротник подходит на 14 15 века и я хочу добавить то что мы уже рассказывали о кольцах раннего периода и здесь уже идет идут кольца более позднего периода они отличаются тем что кольца плющится по всей площадке чтобы таким образом иметь шире больше закрывать и меньше колющих сюда может проходить ранее ранее тем более кольчужные плетения в позднем периоде они служат больше в этом направлении потому что они защищают там подмышки и шею такие труднодоступные места с одной стороны такие места где сложно сделать трудно защитить пластинами особенно пах или подмышки там только кольчуга принципе широкий нож или меч с таким острием не проходит через такие кольца да да кроме того здесь это плетение она мелкая здесь используется проволока 1 и 2 на 6 диаметр и такое плетение ну есть источники с таким плетением мелким как вы видите ну возможно при сильном ударе конечно про прорвется что-то но довольно хорошо выдерживает я думаю даже скорее будет синяк или там внутреннее кровоизлияние от удара чем такую кольчугу пробьют итак это второй тип воротника насколько я вижу у него стоечка имеет немного другое плетение расскажи про нее да здесь у нас стойка если у нас стандартное обычное плетение идет четыре в одно кольцо то столько чтобы быть более прочной стойкой чтобы она у нас держалась и как лучше удержала удар и лучше форму держала здесь используется плетение 6 в одно здесь мы вам еще показываем или сразу насколько прочно и не пробиваем вообще вот эта связка сильнее дави только не убей даже спица толщиной в 3 миллиметра не может пролезть между кольцами ну конечно мы не бьем со всей силы потому что ну и при том что здесь кольца 1 и 6 на 10 они больше предыдущего а пройдут пройдет спица через плетение которое идет на груди на туловище в плетение 4 в одно да уже в доспехе поздним у нас же все здесь закрыто и нам главное остается вот шею хорошо закрыть так что теперь вы можете заказать у нас не только доспехи из листовой стали а также кольчужное плетение как клёпаная так и клёпа насеченная например воротники вставки подмышки бармицы и так далее the art armor workshop мы работаем для вас